Данный видос я начал делать еще полгода назад, но в итоге забил, даже не начав монтировать. С кем не бывает. Но в итоге сейчас я решил о нем вспомнить и доделать. Приятного чего-нибудь, как говорится. Привет. На часах у меня без 20.11 вечера. Я думаю, это прекрасное время, чтобы заснять обзор на какую-то фигню. Да, в тот момент, когда уже все спят. Поэтому я говорю настолько тихо. На самом деле, я не думал, что мне придется на это записывать обзор. Но я такой подумал, блин, а что-то обзоры давно не выходили от меня. Ну, и недавно я нашел вот это. А, я их ногами держал. Сейчас будет картинка для видео. Надеюсь, вышло не упорото. Я считаю, что это просто гребаная копия Лайна. Почему? Потому. Почему? Видите, Льва? В Лайне он тоже был. Видите эту структуру? В Лайне такая же самая структура. Насчет цвета не знаю. По-моему, у Лайна тоже когда-то была такая упаковка. Ну, с таким цветом. Но, я не знаю, можно ли считать это плагиатом или нет. Мне кажется, что... Нет. Нет. Или да. Я хз. Вафельный батончик с карамелью. Из-за смаковой ванили глазурованной шоколадной глазурью. Ну, из-за смаковой ванили... Я не помню, чтобы в Лайне была ваниль. Шоколадная глазурь... Ну, в принципе, она была в каждом батончике. Шоколадная глазурь. Карамель. Но карамель во многих была. Даже не только в Лайне. Какой тут срок годности? Итак, вот срок годности. 11.01.21 То есть, данный батончик уже просрочен. А ведь я хотел его продегустировать. Но, поскольку я дебил, я все равно это сделаю. И надеюсь, что мне не будет плохо после этого. Попытаемся открыть максимально аккуратно. Чтобы никого не разбудить. Если я кого-то сейчас разбушу, то мне жопа. Поэтому делаю на свой страх риск. Екранный бабай. Мне кажется, что это было громковато. Хотя нет, мне не кажется. Ребят, посмотрите. Это просто точнейшая копия Лайна. Нет, серьезно. Я не знаю, конечно, точно не такая же структура. Но тут белее немножко и с какими-то пятнами. Но может из-за того, что он просто просроченный и все. Так. Но плесени пока нигде не наблюдается. То есть, жрать его еще можно. Ну, запах более-менее нормальный. Ну, такой себе вкус. Это ее крыло. Что? Почему он разваливается? Я немножко изгравнял стол. Потому что с него просто всякая фигня сыпется. Вот, посмотрите. Вот эта вот фигня и вот здесь фигня. Если вы увидите. В общем, тут попадала всякая фигня. Ну, я отойдать, пожалуй, не буду. А я возьму и нахер выкину это дерь... Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Пока. Никогда не покупайте это дерьмо. Ну что ж, раз уж зашло дело про малоизвестные батончики, то вот вам еще один фрагмент видоса, который я снял где-то два месяца назад. Этот фрагмент должен был попасть в видос, где я показываю вам свой новый телефон. Но это было два месяца назад, как я уже сказал. То есть, это уже не актуально. Но тот фрагмент я вам показать хочу, почему бы и нет. В общем, опять же, приятного чего-нибудь. Я сейчас закрою. На улице я такой ветерут. Я не знаю, зачем я записываю это видео. Видимо, я очень сильно хочу протестировать новый телефон. И плюс, мне еще капец как скучно. По-моему, да. В общем, это обзор этого батончика. Wild Roar. Срок издания. 11.04.21. В общем, не так уж и давно. По крайней мере, если уже наш ход, то это не так уже давно. На этикетке изображен Zizio. Это один из моих самых любимых украинских исполнителей. По крайней мере, потому что я немногих слушаю. Ладно, не важно. О, рассыпался уже. Окей, давайте не будем тянуть. Zizio, не подведи. Ты один из моих любимых исполнителей. Надеюсь, шоколад, связанный с тобой, будет нормальный. Не обращайте внимания, я просто заметил там кот на балконе влазит. Какого чего ты там делаешь? Не упади. Фух. С ним все хорошо. Что могу сказать насчет батончика? Шоколад, какой-то своя стружка. Собственно, то же самое, что и банти. Банти. Баунти. Не могу точно сказать, что это прям точная копия, потому что сам баунти я редко ем. Но я ел из кем-то в виде баунти. И, по-моему, это вот, вот это. Почти одно и то же. Не, ну по виду как бы не скажешь, оно как-то более минималистичное, чем баунти. Но по вкусу то же самое. И, блин, у меня уже руки как в говне. Ну как бы вкусно. Но по вкусу это баунти. Конечно, немного минималистичнее сам выглядит, но по вкусу это 100% баунти. В тот момент я просто выключил запись видео и даже с вами не попрощался. Поэтому сделаю это сейчас. Спасибо всем огромное за просмотр. Надеюсь, что в ближайшем будущем буду еще выпускать какие-то подобные видео, потому что... Ну, сами понимаете, забивать канал шутпостами это самое худшее, что я когда-либо делал. Также вы можете следить за моим Newgrounds аккаунтом, где я выкладываю иногда своему зло, написанное в Айблтоне. Возможно, опять же, в ближайшем будущем я попытаюсь сюда что-то повыкладывать. Но пока на этом все. Ждите видео и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok